Вы с Вадимом Демчоком делаете такой проект «Оператор реальности» Там сейчас главки нас сотрудничаете И он сейчас затормозился почему-то И вот хотелось бы подробнее узнать о нем И когда будут продолжения Вот как на духу расскажу, что это такое Обычно всегда жульничество Ну, за редким исключением Так я и боялся изначально, что проект Какой-то паразитизм будет на людях Сейчас у очень редких молодых людей Есть возможность поступить там в Абгик, предположим Да и раньше-то не было этой возможности По оплату было А сейчас еще вопрос денег встал Для многих это неудобоносимо Никто таких денег не зарабатывает Чтобы оплатить своему ребенку обучение в престижном ВУЗе Но у нас очень много творческих людей в России Россия вообще творческая страна И когда пришли с этим предложением Я понял вот так, что дают возможность ребятам, Которые пишут, которые снимают Как-то себя реализовать То есть ты присылаешь сценарий Ты присылаешь какую-то работу Ее оценивают более-менее объективно Насколько это возможно Объективно в Москве В Москве подключишь город Вот Гарик о нем верно Город, который не знает Не ведает боли, не щадит никого Но тем не менее Ребята, которые ко мне пришли Вот организаторы Они сказали Вот будет такой проект, который будет молодежь Помогать реализовываться Я так понял, что вот есть глав кино Там гигантский павильон Который Федя Бондарчук Выцегонил То ли у государства Я уверен был, что там деревья продаются Честно говоря Когда мимо к тещи на дачу ездил Еще на Новой Риге Это в Ядренях И первый раз, когда я там оказался В общем я думал, заплутал А слово кино представляет чему угодно Такое же Не на Новой Риге С другой стороны Где ВДНХ Там что-то тоже с кино Но там лаву продают И не ассоциировалось у меня с кино Но приехал, посмотрел И для себя сделал такой вывод Что все-таки они действительно Пытаются выявить талантливых ребят Позволить им реализовать свои творческие намерения Научить чему-то Я, насколько мог, поучаствовал в этом проекте Но поскольку сейчас таталка с этими С интернами Грех жаловался, но все равно тяжело Это как шахта Мы чуть-чуть уже не в себе Есть сериал Звездолет Галактика Где там все в звездолете Годами, десятилетиями поколениями Вот примерно так же Там выходим с оператором, предположим И я его спрашиваю Слушай, а обед-то когда? Потом вспоминаем, что ночь глухая на дворе Уже у нас не очень в себе Поучаствовал, короче говоря Они мне все объяснили Поучаствовал я с Вадиком Вот в этих роликах отснятых Я должен, они должны присылать еще какие-то конкурсные работы Но не присылали Потому что там идет отбор Тоже как-то прочитать, просмотреть И типа вот сказать, что это нравится, это не нравится А в остальном не знаю Ко мне девчонка приезжала с мамой из Челябинска Она выиграла конкурс И у нее какие-то не связухи были Мы с ней встретились Я сначала пытался ее Вадику передать Но Вадик тоже был не в адеквате Потому что у него была пятая сцена Что-то сзади Он уже сам с собой разговаривал С водопроводным краном я его отвлек Что-то доказывал И вот я их предпроводил туда Я уже познакомился с этими людьми Благо они крутились на площадке Вот Ну вот не знаю, что это По-моему ничего Ну Жульничество, не жульничество Не знаю Я очень боюсь, что Где-нибудь поучаствую Очередной раз в каком-то мероприятии А это будет все Паразитизм на людях То есть из людей последние деньги Чтобы еще из детей не выцегонить Вот Я очень этого боюсь Но с нашей стороны Что касается меня и Вадима У нас нет никакой финансовой заинтересованности Исключительно Такое желание Поскольку мы сами С глубинки Мы деревенщины То и в общем Таким же огурцам Как и мы Позволить Реализоваться где-то Потому что Ну Россия это бездонный край талантов Вот пожалуй все что знаю Спасибо Извините Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо